Клостридии это граммоположительные бактерии, они формируют эндоспоры и многие из них входят в состав нормальной флоры желудочно-кишечного тракта, однако имеется три клостридии, которые вызывают серьезные смертельные заболевания человека. Ну, выглядят они как палочки. Клостридии это веретено, то есть такие по типу веретена они и есть. Они, как правило, все образуют споры и у некоторых споры опаснее, чем сами эти клостридии. Как правило, спора больше, чем сама клостридия по диаметру, то есть она как бы раздувается и становится веретеном вместо палочки, когда она образует спору. Огромное их количество живет в почве и никакого вреда не представляет, и три из тех, которые в почве в основном живут, вызывают тяжелые заболевания человека. Это столбняк, газовая гангрена и ботулизм. Перехожу к этим самым опасным клостридиям. Столбнячная палочка, граммоположительная, спорообразующая, облигатно-анейробная, то есть может жить без кислорода. Вот это вот оно и есть. Она даже предпочитает без кислорода, то есть лучше для нее среда без кислорода, она там размножаться будет. Открыли примерно тогда же, когда всех возбудителей открывали, то есть в конце 19 века ее. И тогда же, в принципе, установили легко все механизмы, по которым заболевание возникает. Она крупная, 12 микрометров может быть, подвижная, жгутики по бокам, палочка видная, и ее споры, они где-то в 2-3 раза превышают диаметр этой клетки. Чтобы ее культивировать на питательных средах, то нужны анаэробные условия, то есть нужно, чтобы кислород туда не попадал. В большом количестве находится она в почве, из почвы она попадает в различных живых организмов, достаточно крупных, в млекопитающих. Но яд, то есть она сама по себе большого вреда не представляет, а вред представляет токсин, который она выделяет, как это характерно для многих бактерий. Причем некоторые млекопитающие на этот токсин не реагируют. Из млекопитающих больше всего болеют лошади и мелкий рогатый скот всевозможный. Также показано, что мыши, хомяки тоже болеют столбником, поскольку человек ближе всего к мышам по своей генетике, вот человек тоже болеет столбником. Токсин вызывает жуткие сокращения мышц у тех животных, которые им болеют, и поражает также спиной мозг. У человека это все страшно, то есть это судороги, которые охватывают все тело, от которых он умирает, потом уже перехватывает у него дыхание или что еще, но умирает в жутких мучениях. Источником является почва, и классический механизм это попадание почвы в раны. Поэтому из людей в основном болеют солдаты, которых в грязи какой-нибудь пулей ранили, и там у него почва, он упал, допустим, на землю, или он сам по себе был в земле. И вот при огнестрельной ране попала почва в раны, и может развиться столбняк. Потому что столбнячная палочка, она в нормальных условиях может вполне себе в почве сколько угодно жить, или споры там образовать, потом споры прорастать начнут. Без войны, как правило, это все происходит у тех людей, которые любят на огороде копаться, и там каким-нибудь гвоздем лопатой себя повредили, почва в раны попала, все, столбняк. Они сами по себе, если он спору не успел образовать, они гибнут уже при 60 градусах, они гибнут от любых дезинфекционных средств. А вот если она спору образовала, то она довольно устойчивая, она может от кипячения 90 минут даже живой остаться, то есть можно час кипятить, и все равно спора будет живая. Некоторые штаммы по 3 часа могут против кипячения. Удерживается против раствора фенола, формалина и так далее, то есть она страшно живучая, если она спору уже сформировала. И спора может долго быть в почве и не прорастать. Ну и да, есть у нас сейчас сыворотка, в принципе лечат столбняк, но лучше бы его, конечно, не было. То есть тяжелые заболевания, которые могут и не вылечить, особенно если они сразу начали лечить. Сейчас пытаются столбнячную палочку вывести генетически модифицированные штаммы против рака. То есть поскольку она любит среду без кислорода, вот предполагают, что в опухолях нет кислорода, и она будет их поражать, там разрушать опухоли. Но пока ничего не вывели. Кластридиум перфрингенс, это который вызывает газовую гангрену и также может вызывать отравление человека. Это чуть поменьше палочка, 8 микрометров максимум, с овальными спорами. В организме человек образует капсулу, восстановленный ее геном. Ну и давно, в общем, известно, что она может вызывать пищевые отравления. Если она попадает в рану, то газовую гангрену. Ну, наиболее опасная и лучше всех изученная, это кластридиум ботулина. Это анаэробная, то есть она не любит кислорода, грамм положительная бактерия. И вот то, что она кислорода не любит, это с одной стороны ее узкое место, то есть кислород для нее просто это отрава, она гибнет. Но с другой стороны это приводит к тому, что она, сволочь, живет в консервах. То есть вот мы консервы делаем именно, чтобы никакие бактерии не попадали, не портили. А вот кластридиум ботулинский, он живет конкретно в консервах, то есть в условиях, где нет кислорода. И хорошо там себя чувствует, размножается сволочь там и вообще, так сказать, питается. И токсин свой производит. Их впервые обнаружили в копченой колбасе, кстати, да, они могут быть в копченой колбасе, копченой рыбе. И тогда же, значит, обнаружили, что через прожарку кислоты частично токсин разлагается, при хорошей прожарке разлагается полностью. И длительно это все исследовали как яд. Называли это все колбасный яд, жирный яд и так далее. Доказали, что возбудитель ботулизма имеется, что это бактерии. Только где-то вот в самом конце уже 19 века, в начале 20 века. В связи с этим заболевание называлось ботулизм, то есть колбасная болезнь. И это перешло на саму вот эту бактерию, которую тоже стали называть возбудителем ботулизма. Ну, современные какие представления, что она постоянно обитает в почве, может быть в любой земле, и довольно часто. Они могут быть в иле, на дне водоемов, они могут от них болеть рыбы. В рыбах они могут тоже быть с самого начала. Почему в копченой рыбе он может быть? Там она может быть больная рыба с самого начала ботулизма. Она любит теплую сравнительно почву. Если она попадает в человека из почвы, то, как правило, она там не выживает в человеке. То есть сама по себе бактерия, если просто в человека попала, она умирает, потому что она не любит кислорода. В принципе, может развиться ботулизм в ране, не так часто, как столбняк, и вообще говоря редко. Но вот в ране, если есть анаэробные условия, то есть попала почва в рану, а затем рана затянулась, и там нет кислорода. Вот там может быть ботулизм именно в ране. И она тогда начнет там производить токсины, человек от токсина опять же. То есть не от самой этой бактерии, как в случае со столбнячной палочкой, а от токсина, который она производит. В принципе, они не очень большие, до 9 микрометров, ну и походят на все обычные эти класс 3D. То есть они такие, как веретено, подвижные, грамма положительные. Строгие анаэробы, как я уже говорил неоднократно. Токсинов, к сожалению, 7 вариантов. А, Б, С, Д, Е, Ф, Г и так далее. Подтипы С1 и С2. То есть основной фактор, который поражает человека, это яд, который она производит. Против яда у нас есть сыворотка, но поскольку 7 типов яда, то конкретная сыворотка может и не помочь, потому что нужен конкретно сыворотка от этого типа яда. 4 типа ботулотоксина и человек чувствительный. Животное может быть нечувствительным к ботулотоксину. Зависит от устройства этого животного. Человек к 4 типам чувствителен. Сами они не размножаются в человеке, вот так уже говорил, и не производят токсина. Они размножаются в консервах, в тех условиях, где нет кислорода. Вот если она попала из почвы, она там, даже если спора попала, споры прорастают и продуцируют токсин. Вероятно, для того, чтобы поубивать всех бактерий вокруг, или там не знаю для чего, или может быть она это считает нормальным, так сказать, каким-то продуктом своей деятельности, но человек от нее умирает. Ботулотоксин очень сильнодействующий. То есть небольшая доза этого токсина может убить человека, поэтому он может использоваться как биологическое оружие. И это активно разрабатывается, эти перспективы. То есть, такой яд, который, собственно, в маленькой дозе может всех поубивать, он перспективен как оружие. В принципе, ботулотоксин – это самый сильнодействующий яд для человека. Споры очень устойчивые. Выдерживают кипячение 6 часов, выдерживают соляную кислоту в течение часа и так далее. Токсин, ботулотоксин разрушается при кипячении около получаса. То есть, если консервы варить около получаса, то ботулизм там точно разрушится, если он там есть. Но обычно по полчаса у нас никто ничего не варит. Или прожаривать копченую рыбу или копченую колбасу вот именно полчаса, чтобы точно токсин умер, потому что даже маленькая его доза может угробить. Ботокс – это препарат с использованием ботулотоксина. Тут известные все вот эти. Релотокс, диспорт и так далее. То есть, используют его в медицине и косметике. Почему? Потому что основной механизм действия, что он вырубает полностью нейромедиаторы и расслабляет мышцу. То есть, к мышце поступают сигналы, чтобы она сократилась откуда-нибудь, от спинного ли мозга, головного. Она не сокращается, потому что само средство поступления сигналов вырубается токсином. Приводит в результате к угнетению любого выброса нейромедиатора в нервных окончаниях. Это что означает? Что расслабляется мышца. То есть, допустим, ботулотоксин можно использовать при спазмах. Если от столбняка она напрягается и от судорога умирает человек, то при ботулизме она, наоборот, расслабляется, и человек умирает от того, что мышцы не работают. В том числе, какие мышцы могут не работать? Дыхательные, без которых он жить не может, или сердечные. Поэтому может умереть. В то же время ботокс, вот в маленьких совсем микродозах, могут использовать для лечения спазмов. Ботокс используется для лечения морщин, потому что морщины, вот эти от старости, это по сути свои спазмы, мускулатуры. Если туда ботокса добавить, то морщины расслабятся, мышцы все расслабятся, не будет видно. Но это только вот внешне не будет видно, что морщины, старение он не останавливает, и более того, он вреден для здоровья, это вообще-то яд. Ботокс. Инкубационный период от нескольких часов и до 10 дней может быть. Первоначальный организм реагирует как на яд, тошнота, рвота, понос. Потом начинается поражение нервных центров, вот за счет расслабления. Двоение в глазах, расслабляются, допустим, вот эти мышцы, которые глазами управляют. Глотают не может, говорить не может, потому что это все напряжение. Смерть обычно от паралича дыхания, то есть дыхательные мышцы расслабляются, без которых жить не может, и он умирает. Может сердце остановиться тоже. То есть до сердечной мышцы дошло, она не работает, не сокращается, умирает человек. Основные средства профилактики. Вот консервы, которые промышленные, в общем, их там в автоклавах при 120 градусах греют, греют, там должны погибать эти споры и яд. Поэтому в основном считается, что можно ботулотоксином от продуктов домашнего приготовления заболеть. Что убивает либо спору, либо сам токсин? Присутствие кислорода. Поэтому консервы, которые вот в открытых ведрах, в открытых бочках, и там есть кислород, там, значит, не могут быть эти все ботулизмы, не может он размножаться и так далее. Убивает кипячение, как я уже говорил, на полчаса кипячения. То есть довольно долго надо. Или жарить по 15 минут с каждой стороны копченую рыбу, допустим. Естественно, поскольку он из земли попадает, то мытье продуктов всяческое тщательное помогает от ботулизма. Но кипячение, как правило, не помогает. То есть просто прокипятить или горячей водой что-то промыть, она не погибает от этого. Вот если вымыть, то там просто меньше ее будет, меньше земли, на которой она находится, бактерия. То есть вымыть лучше. Высокий уровень кислотности помогает. Поэтому маринованные огурцы очень кислые. В них не может быть ботулизма. Но вот именно очень кислые какие-то продукты. То есть слабая кислотность нет. Но вот оливки эти испанские продают практически в уксусе у нас в магазинах. Там не должно ее быть, потому что там высокая кислотность. Высокий уровень сахара. Допустим, ее не может быть в меде, потому что она не может жить в сахаре, в сиропе. Но там это не простое варенье, а вот именно как мед должно быть. То есть именно много сахара должно быть. Тогда она не будет жить. При применении в качестве биологического оружия только защита воздуха, эти респираторы. Сыворотка может помочь, но она может не попасть. То есть может быть не того типа 4, типа ботулотоксина поражают человека. То есть на самом деле четких нет пока средств борьбы с ботулотоксином, если начнут применять именно как оружие.